С обзором основных событий информационный выпуск Вести Дагестан. Сегодня вторник, 13 января, в студии Бедерниси Гусейнова. Доброе утро! Сегодня день российской печати. 13 января 1703 года в России по указу Петра I был издан первый номер газеты «Ведомости». С 1993 года день российской печати считается профессиональным праздником журналистов всех СМИ. Более 30 лет проработала на дагестанском радио ветеран войны Раиса Абуева. Сегодня она вспоминает, как начинался ее путь в журналистику. С 1943 года по 1946 год я участвовала как участник войны. Я служила в армии в знаменитой 62-8 гвардейской армии имени Ленина, которая шла со Сталинграда. В 1946 году в ноябре месяце всех женщин, фронтовиков демобилизовали. В 1947 в декабре месяце вместе с мужем я приехала в Дагестан, в Махачкалу. В 1948 году я обратилась в военкомат, представила свои документы. У меня должность в госпитале была завмедицинской частью госпиталя. Работала я и на приеме раненых, и в операционный оклад в 600 рублей. И теперь, когда посмотрели в военкомате, что у меня в госпитале была должность в 600 рублей, мне предложили завкорреспондентской сетью на дагестанское радио, которое оплачивает такой же оклад в 600 рублей. Куда пошлете, там я буду работать. И вот я работала завкорреспондентской сетью. Я работала на радио и училась. И с года в год я переходила, и в 1953 году я закончила пединститут. Когда я уже была на втором курсе, увидели мою работу активную, так сказать, добросовестную. Меня переводят работать корреспондентом. И вот я, это уже 52-й год был, стала работать корреспондентом в русской редакции. В наступившем 2015 году наша страна будет отмечать 70-летие Великой Победы. В течение всего года мы будем рассказывать о живых очевидцах тех трагических лет. В годы Великой Отечественной войны Ибрагим Гамзатов, ныне руководитель Дагестанского отделения Российского фонда ветеранов, был командиром пехотного взвода, а в мирное время защищает интересы таких же солдат Победы, как и он сам. И сегодня ветеран сожалеет только о том, что свой 90-летний юбилей пришлось встречать без многих близких людей, с которыми вместе переживали и горе, и радость. Продолжит Джамиль Салимов. Начиналось все для паренька-добровольца из села Губден в 1943 году. Сначала ему сообщили, что он едет в Ленинградское зенитно-артиллерийское училище, затем в Добилисское горно-артиллерийское. В итоге он попал в Грозненское пехотное училище. Ибрагим Гамзатов в октябре 1944 года попал на фронт в должности командира пехотного взвода. В годы войны командиры взводов на передовой выживали в среднем от 7 до 10 дней. Но Ибрагим Гамзатов эту печальную статистику не пополнил. Потому что День Победы я встречал в Освенцине, в лагере смерти. Жили в казармах состава ихнего, немецкого состава, деревянные кровати двухъярусные. Вот мы на их кроватях и жили. А через забор, буквально 10 метров от нашего дома, вот забор. Это страшно там, что творилось. Постель у них какая-то. Вообще это неописуемые, это зверские условия люди жили там. 14 утра дежурный кричит «Победа!» Дежурный по казарме. Ну, понятно, мы встали как сумасшедшие. Что-то вообще такого дня не было и никогда не будет в жизни человек. Как вот этот День Победы. Соскочили, конечно, мы встали. Как пьяные от радости. До моего юбилея из боевых товарищей не дожил никто, говорит ветеран. С еще большей грустью он вспоминает свою покойную супругу Марию Гамзатову, после смерти которой появилось чувство одиночества. Вот у меня жени нет, вот это очень плохо. Сейчас я уйду в отставку. Что я буду делать? Вот это мое самое большое переживание. Материальный, обеспеченный человек. Все у меня есть, квартира хорошая, все. А жени нет. Один внук у меня прекрасный, Мурат. Единственная моя опора. Ему 29 лет. Внучка есть, она кандидат в наук, преподает в медуниверситете. И в больницу там ведет палату, конечно. У нее двое детей, мои правнуки, от нее толку мало. Занято, двое детей, ну... Без малого, 35 лет своей жизни, Ибрагим Гамзатов отдал совету ветеранов. Много лет назад здесь он познакомился с фронтовиком Магометом Шахгусейновым. За эти годы ставшим одним из самых близких друзей. Я желаю ему здоровья. Только ноги подводим, вот со стороны все в порядке у него. Я хочу с ним дальше еще поработать. Пожить, там видно будет. Мы не можем друг без друга жить. Если он отсутствует, я скучаю. Если я здесь отсутствую, другой раз, я скучаю. Теперь в планах Ибрагима Гамзатовича торжества по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Праздник, на котором вновь соберутся те, кто добывал эту победу. Люди, для которых родина и тесть всегда превыше всего. Ушедший 2014 год был годом культуры. В его рамках министерства и учреждения культуры проводили различные мероприятия с целью привлечения внимания общества к вопросам культуры. Об этом директор Республиканского дома народного творчества Марита Мугадова. Впервые в истории российской культуры мы на своем веку увидели вот такую возможность более пристально и значимо обозначить культуру и отношение к культуре, к учреждениям культуры. Повышенным было также и к специалистам, работникам учреждения культуры, к деятелям искусства. И хотелось бы сказать, что, конечно, это значимая веха для российской культуры. Не просто сам год, но это и обращение в будущее всех нас. Год достаточно много обозначил приоритетных задач, и необходимо было решать их для того, чтобы сохранять наше культурное многообразие. И, конечно, наше культурно-историческое наследие сохраняет наши традиционные нормы морали и этики в целом российских народов. Итоги года культуры подвели и 24 декабря в Кремле на совместном заседании Государственного совета и Совета при Президенте по культуре и искусству, под председательством которой проходил Владимир Владимирович. На заседании совета совместного с госсоветом приняли участие руководители регионов, депутаты Госдумы, министры, члены Совета Федерации и многие другие. И, конечно, Дагестан представлял наш глава республики Рамазан Гаджимурадович. Я, как член Совета по культуре при Президенте России, участвовала в заседании этого совета. Хотелось бы сказать, что заседание началось с того, что Владимир Владимирович объявил о том, что в этот день подписан указ об основах культурной политики. То есть уже не обсуждались вопросы основ, они были приняты. Это очень важно и знаменательно обсуждались вопросы реализации основ и следующие за этим вопросом, вопрос стратегии, вопрос необходимости для реализации основ государственной культурной политики, необходимо разработать стратегию государственной культурной политики. И вот по тому, какими путями идти, какие преодолевать проблемы, решения принимать, нужно было на этом заседании, необходимо было выслушать доклады. Доклады прозвучали и рабочие группы по основам законодательной культурной политики, которая была принята. Арктический циклон, ответственный за резкое похолодание в республике, сдаёт свои позиции. За несколько дней дагестанцы успели почувствовать все плюсы и минусы настоящей зимы. Коммунальное хозяйство в целом оказалось готовым к морозам. Обошлось без чрезвычайных происшествий. Теперь жители Дагестана, по словам исполняющего обязанности начальника гидромедцентра Абдул-Галима Дадашева, ждёт потепление. Он также подчеркнул, что температура в приморских, равнинах и предгорных районах вновь будет плюсовая. Январь месяц ожидается чуть-чуть выше нормы. Но первый сюрприз уже есть. Учитывая то, что обычно для Дагестана холодным является конец января и феврал, наверное, ещё будем ждать. Ещё будут холодные фронты, ещё будут морозы, низкие температуры, снегопады. А сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность. Местами по низменным районам слабые осадки в виде дождя и снега. Ветер западный, северо-западный 6,11, местами 15-20 метров в секунду. В горных районах западный, юго-западный 6,11, местами от 18 до 23 метров в секунду. Температура воздуха от 1 мороза до 4 тепла. По горным районам от 2 мороза до 3 тепла. В Махачкале сегодня без осадков. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 2,4 тепла. Температура воды в море плюс 1. Это был информационный выпуск Вести Дагестана с событий дня 18.10. А я прощаюсь и желаю удачного рабочего дня и хороших новостей.